Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. На улице Стихия. Вот Стихия ли у нас в политике? Сейчас об этом поговорим с замечательным публицистом Александром Гильманом. Добрый день. Здравствуйте. Да, вот интересные события происходят. И не только в согласии. Но в согласии сейчас у нас на слуху. И в свете этих результатов выборов в Жизскую Думу. И в свете того, что два депутата Сейма, Домбровский и Швецов, были исключены из согласия. Но происходят интересные параллельные процессы. Ну, я бы сказал, условно, на латышском политическом фланге. Я имею в виду Аудриса Гобзмса, который вообще это невиданная вещь за последнее десятилетие. Он хочет вывести народ на улицу 60 октября. Об этом, может быть, чуточку попозже. Вот у Александра все-таки ощущения от этих выборов в Рижскую Думу и его результатов. Ну, результаты очень были предсказуемые. Во всяком случае, для меня не было ничего неожиданного. То есть, я был уверен, что согласие... И такая низкая явка даже не была неожиданной? Низкую явку вообще очень трудно прогнозировать. Но я был уверен, что согласие провалится. И в любом случае, я сто процентов был уверен, что будет латышская коалиция. Поэтому то, что... Кажется, в этом были уверены все. Кроме политиков, которые все подряд, вплоть до альтернативы и нового согласия, все говорили, мы придем к власти, сделаем то, сделаем то, дадим вам то, дадим вам это. Это довольно традиционная вещь, что перед выборами все хвастаются. Но, здраво говоря, выбор, исход не неожиданный. Что, чего не ожидалось, я думаю, не тем. И что вряд ли является закономерностью, но станет фактором в работе Думы. То, что в списке партии, победившись партии АТО Слепопар, прошло аж 11 человек прогрессивных. Вообще, делать... Это интересно, да? То есть, там могут быть разные интересные повороты, да? Да, там могут быть разные интересные повороты. Вообще, создавать эти объединения партий очень рискованно, потому что сразу начинаются интриги. Каждая партия пропихивает своих, договаривается с людьми, голосуй за наших, вычеркивай других, чтобы наших было больше. Но я как раз в случае прогрессивных, я не думаю, что так много их людей прошло в результате интриг. Я думаю, что вообще эта вещь абсолютно случайная. То есть, как и в любой другой партии, а особенно чем больше голосов у партии, тем меньше разбирается в сути дела избиратель этой партии и просто ставит плюсики на обум. Свидетельствует этому, что какая-то очень замечательная дама, уважаемая в их трудах, я о ней больше ничего не знаю, но у нее есть несчастье иметь фамилию Штила. Ее надо выдать замуж, наверное, скорее, чтобы она эту фамилию поменяла. Она была уверенно вычеркнута и оказалась последней. Хотя никакого отношения Канда существует, она не имеет. Да, она даже недальняя остальница. Абсолютно, да. Даже не однофамилец, как говорили. Это замечательно. Так ей не повезло. И поэтому я думаю, что, ну, вот скажем, я интересуюсь политикой, но знаю два-три имени. Ну, Мирослав Кодис, Анна Нинашева. Не Анна, по-моему. Алина, по-моему, Нинашева. Антонина Нинашева. Антонина Нинашева. Их начальник Косович. Больше они кого не знают. Так что вряд ли их избиратель знает так. Но так повезло. Хотя может быть. Да. Ну, это может быть другой вопрос. Все-таки, возвращаясь к явке. Вот здесь интересная такая, может быть, такой поворот или тема. Вот где-то сразу после выборов наши коллеги из латвийского телевидения поехали в Балдараю. Такой очень интересный микрорайон Риги. Да. И сделали опрос на улице. И представители, так, если прямо скажем, русскоязычного населения, в основном из тех, кого они опрашивали. Я понимаю, что это не социологический опрос, кто попался там на улице, на остановке, того и спросили. Но так совпало, что все они как один сказали, что вот Ушакова нет и больше не за кого голосовать. Даже безотносительно Ушакова нет такого, не знаю, ощущения, что избиратель, не только согласие, может быть, частичные Русского Союза, там, других партий, которые патендовали на этот электорат. Они почему-то считают, это может быть им не упрек, это вина политиков. Они почему-то считают, что если они не пойдут и не проголосуют, ну, как бы выразят свой таким вот образом протест, то, что ничего не случится и думы не будет. Ведь она все равно будет, но просто ее изберут другие люди. Что с этим делать? Восписывать людей, не знаю. Нет, это даже не воспитание. Вот, что я хочу сказать. Во-первых, это типичное для постсоветского человека вождистское мышление. Есть Путин, есть Россия, есть Лужешенко, есть Белоруссия. Есть Ушаков, есть Рижская дума. Это все явление одного и того же порядка. Во-вторых, тут вопрос к Ушакову. А почему он сделал, что его нет? Не в том плане, почему он уехал в Брюссель. На выборах сейма Ушакова тоже не было. Но на всех троллейбусах Ушаков ездил, портрет Ушакова ездил вместе с портретами других партийцев. И это был бы очень эффективный метод. Если бы и этот портрет, да, Ушаков. Вообще не было никакой наружной рекламы. То есть, для людей, мало понимающих политики, наружная реклама очень важна. Она ничего такого умного не говорит. Нет такого ощущения, я не сторонник теории заговора, но вот кто-то из тех, кто приходил к нам в эфир, не из согласия, сказал, что, может быть, это было сделано умышленно, потому что в чём, в чём, но в незнании пиара и вообще технологий журналистских или каких-то рекламных Ушакова упрекнуть очень сложно. Тут надо вообще вопрос рассматривать шире. Всё, что происходит с мая, по-моему, месяца прошлого года в согласии, это всё какой-то театр абсурда, который могут объяснять только конспирологи. Начиная с исключения, с развала, потому что они сами развалили свою коалицию. Потом они как-то… В политической думе. В политической думе, да. Потом они как-то… Зачем было исключать эту четвёрку? Ну, расправились бы с ними по одному. Так уж нужен этот Сандрис Бергманис на роли второго вице-мэра. Ну, абсолютно. Второе. Потом они вместо этого вытянули эту четвёрку из коалиции. Втащили туда-то случайную сборную солянку из выгнанных из других партий латышских депутатов. Потом, когда уже всё это как-то налаживалось, они разругались с Буровым, их срывали заседание. То есть, вообще, сколько-то продвинутые избиратели уже после этого не могли бы голосовать за эту партию. И вот, ну, причём вот, знаешь, мы же говорим всегда, что политики, они такие жулики. Они думают только о себе, они совершенно не думают о народе. Вот тут показала эта ситуация, что о народе-то они, конечно, не думали. Но они ещё и не думали о себе. Было 20 депутатов согласия в предыдущей Думе. Сегодня из тех 20 прошло 5. Ещё трое прошли перебежчики от Бурова уже после выборов. Ну, и четверо человек, которых раньше не было. Причём под одним из этой пятёрки, под нашим общим другом Вадимом Фольковым, качается стул, потому что пересчитают голоса, может быть, и он вылетит. Останется четверо. Это вот совершенно парадоксально. Зачем они это делали? Вот эти сами депутаты, у них не было инстинкта самосохранения. Ну, предположим, хитрый Ушаков им всё это командует из Брюсселя. Почему они не сопротивлялись? Почему они не сказали? Нет, ребята, у нас есть возможность за наши прекрасные, хорошо оплачиваемые работи провести ещё год и четыре месяца, до 2021 года. Зачем нам сейчас это надо? Пойдёмте проголосуем за этот буровский бюджет. И всё будет нормально. Вот это вещь, которая мне абсолютно непонятна. Тема интересна, наверное, политика. Наверное, надо подождать, пока кого-нибудь ещё выпрут из согласия, и их подробно об этом деле расспросить. Хорошо. Так, чтобы мы были объективны, поскольку не секрет, что ты состоишь в Русском Союзе Латвии. Всё-таки. Вот, да, для Русского Союза Латвии, несомненно, после длительного перерыва само попадание в Рижскую Думу – это уже успех. Несомненно. Можно там спорить, можно было ли быть лучше. Не четыре человека, а шесть или семь или восемь. Но при такой явке – это успех. Ну, мне так кажется, с одной стороны. С другой стороны, тоже могут объективные наблюдатели сказать, да, но и нельзя сказать, что Русский Союз Латвии сильно поменялся, и что у него появились среди депутатов, я имею в виду, не в списке, появились какие-то совершенно незнакомые новые лица, подающие надежды. Все те же ветераны, нами уважаемые люди. Получается, что избиратель русскоязычный очень консервативный? Да, во-первых, избиратель русскоязычный консервативен. Это ты признаёшь? Это я признаю. Во-вторых, я считаю, что в данном отношении это хорошо, потому что, например, избиратель продвинутый. И он знает, что лучше. И я, например… Он голосует за проверенные. Да, он голосует за тех людей, которых он знает. И я не хочу называть имена, по крайней мере, трое из этих четверых – это абсолютно явно сильнее, чем любой другой… Ну, может быть, я ещё был бы хорош. Но чем любой другой конкурент. Поэтому избиратель выбрал совершенно правильно, хотя партия ставила на других людей, на всех плакатах. Были второй и третий номера, Инна Дьерри, Андрей Погор. Они тоже хорошие, но… Ну, видимо, их просто избиратели ещё не знают. Да, Дьерри вела жутко активную кампанию. Это ей, по-моему, принесло скорее вычёркивание, чем плюсики, потому что избиратель не очень любит, когда люди сами себя очень сильно толкают. Но я считаю, что всё это нормально. И важно, что… И поэтому я думаю, что через два года трое из четверых этих людей уйдут в Сейм и придут следующие трое. Ну, и мы тогда увидим, как работают более новые депутаты Рижской думы. Ничего страшного в этом не произошло, что те не попали. И это естественно. Что касается самого результата… Ну, это дело не пришлёшь, но я буквально накануне выборов говорил с моим давним товарищем и тоже бывшим депутатом Сейма Андреем Толмачёвым. Мы решили точно, что будет четыре человека. То есть вы такие прогнозы делали? Ну, довольно… Получить три места очень маловероятно. Потому что пять процентов – это три места. Надо, чтобы было быть только… Еле-еле ты переползаешь через черту. Мы считали, что мы пройдём нормально. Второе, что пять мест – это уже, скорее всего, вряд ли такое могло быть. Вот четыре места, и мы решили, кто эти будут четверо. То есть это всё… Когда ты знаешь ситуацию изнутри, это всё хорошо прочитывается. У меня такое ощущение, что и для Русского Союза это определённый тупик не в смысле попадания в Рижскую думу, а в смысле, что все мы понимали, о чём ты сказал в самом начале интервью, что неважно, согласие, какой будет результат, какой будет результат Русского Союза в случае прохождения в Рижскую думу – это оппозиция. Ну, я вообще считаю, что и Русский Союз, и согласие обречены быть всегда в оппозиции на перспективу десятилетий, потому что… То есть не эта концепция не работает для Латвии, не другая концепция. Да, никакая концепция для Латвии не работает, потому что это латышская страна, и латышская община отвергает участие русских управлений. То есть то, что Ушаков был мэром Риги, латышской частью населения воспринималось как оскорбление, как неправильно, что это такое, Рига – наша столица, а тут какой-то, ну, пусть он на фоне танков Абрандс снимается, но всё равно какой-то явно чуждый нам человек. То есть то, что были коррупционные скандалы, это как бы подтверждало их мнение. Вот, оказывается, они ещё и воры. Но они не могут не быть ворами, как же иначе бы они пробрались в политику. То есть это всё как раз очень закономерно. Ну, хорошо, но есть же русскоязычные, не будем сейчас называть фамилию и смотреть на пятую графу, но также есть люди, которые, я бы так сказал, закончили русскую школу, и в других, ну, по крайней мере, в списке для развития запагрессивные. Кто-то из них прошёл, кто-то из них не прошёл. Во-первых, большинство из них не проходит. Во-вторых, есть такой термин, который я часто употребляю в своих статьях, «Политический латыш или политический русский». То есть, ну, самый яркий пример политического русского – это Альфред Руберс. Это ясно, что Альфред Руберс не получит никаких латышских голосов и получит огромное количество русских. Точно так же такой же, например, Дайнис Турлайс. Точно так же политическая латышка, например, Мария Голубева. Были очень интересные выборы в Сейм прошлое. И там было пять человек, по-моему, или четыре человека от Риди с русскими фамилиями. Трое из них уверенно заняли последние места, хотя они были в серединке списка. Голубева столь же уверенно прошла. Потому что Голубева все знают, я вообще не слышал, как она рот открывает по-русски. Она активно выступает. Нет, в нашем эфире говорила. В нашем эфире говорила. То есть, это её, конечно, родной язык. Ну, вот так. Поэтому… А, ну, и какие известные фамилии. Юдин, Лоскутов. То есть, они полностью приемлемы. Это не расистское неприятие. Это неприятие чужого. То есть, человек должен вылезти из кожи вон, доказать, что он свой. И тогда всё, и тогда за него голосуют. И что с этим делать? Ничего. Смириться, жить. Это мы двухобщинное общество. И в двухобщинном обществе так оно всегда и бывает. И я не уверен, что эти люди очень счастливы. Потому что у них есть какая-то родня, какой-то друг друзей. Не политически. У всех нас такие есть. И эти друзья, наверное, на них так просто смотрят. Да, время бежит очень быстро. Но вот если мы отмотаем чуть пёночку назад, было такое объединение за право человека в Единой Латвии. Там были свои причины, почему она распалась и так далее. Но ведь в хорошие времена, правда, всё равно была оппозиция, конечно, но в хорошие времена это объединение, я помню, на одних из выборов получил 25 мандатов в Сейм. Это очень много. Тогда был такой непрерывный рост. И он бы сохранился, если бы это объединение не было разрушено. И вообще моя концепция, что сегодняшний провал согласия, это следствие того разрушения. Потому что изначально... Отдалённые последствия, скажем так. Отдалённые последствия. Была выбрана порочная стратегия. Была выбрана стратегия, наберём как можно больше депутатов, обманув избирателя, сказав, что эти депутаты наши. А потом переведём всех этих депутатов в другую партию, разрушим объединение и попросимся в правительство. Ничего из этого не получилось. И какое-то время это совершенно не... Ну и это перестало работать. Потом было второе дыхание. Позвали Ушакова. Ушаков такой, ну, действительно, гений пиара, как мы с тобой тут говорили. И Ушаков смог это вытащить. И снова создать иллюзию, что ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, и мы войдём во власть. Но латышская община, так сказать, консолидировалась. Никакой власти нет. И вот отдалённые последствия, второе... Ну и поэтому концернцев-избиратель разочаровался. То есть главное, что избиратель должен понять, что власти не будет. Надо учиться быть в оппозиции. Надо учиться быть против. Надо учиться не делать это самое, что-то самим хорошо. А надо учиться мешать своим врагам делать плохо. Вот я, кстати, в 1997 году, я первый раз участвовал в выборах, я вот вспомнил, выступаю на митинге и говорю, мы им спокойно сидеть не дадим. Мы будем иголки в попе у правящей коалиции. Вот от этих убеждений я не отказался и сейчас. Хорошо. Вот есть и другое мнение. Ну, к примеру, есть историки, публици, кстати говоря, можно считать его тоже нашим коллегой Игорь Ватолин, который вот здесь в студии до выборов сказал такую вещь, когда вот мы говорили об образовании, о том, что затягивают пояса, и очень сильно, и фактически речь идёт, ну, по существу, даже в будущем, может быть, о ликвидации русской школы, билингвально, называйте, как хотите. И он сказал, ну, так это ведь как раз проблема того же, ну, к примеру, согласия, тогда ещё согласие было в Фаворе, когда он это говорил, что они не смогли как бы стать своими для этого истеблишмента, хотя призатливо все такие попытки были, и они не смогли вот эту коалицию, не знаю, разбавить и заставить уважать мнение русскоязычных избирателей. И раз такая коалиция, они работают исключительно своих избирателей, их вообще судьба русской школы не волнует, там их избирателей нет. Может быть, в какой-то степени он тоже прав, может быть... Никаких избирателей нет, я немножко не понял. Русскоязычных избирателей в правящей коалиции нет. Да, а от этого нельзя, потому что латыши хотят, они хотят национальное государство. Национальное государство – это то, которым будем управлять мы. Мы готовы на, так сказать, политических латышей русской национальности, но мы не готовы, что русские нам будут диктовать. Поэтому я думаю, что эта вещь... То есть вот эта концепция умеренной русскоязычной партии не пройдет? Я думаю, что эта концепция никогда не пройдет. Концепция смешанной партии тоже не пройдет. И в Атоле, если бы я его интервьюировал, я бы стал спрашивать, а почему ты, дорогой, ты член партии Атыстыба, почему ты никогда не баллотируешься? Один раз, он баллотировался. Его дружно вычеркнули все. И после этого он понимает, что, чтобы не быть еще раз обиженным и униженным, обидно, когда тебя вычеркивают, тогда лучше быть в стороне и давать советы. То есть эта концепция не проходит? Я думаю, что эта концепция не проходит. По крайней мере, я такое не вижу. Вообще у нас в Латвии типичная ситуация этнических партий. И мы видим... Она ведь была, кстати, в Первой республике, если что. Но Карли Саульмис, многие об этом забыли, но там были партии основных нацменьшений, даже понесколько. И делились там условно, как польская партия, еврейская партия, была социал-демократическая, центристская и так далее. Да, и это совершенно естественно. И русская была партия, и старобрядцев была партия. Не было процентного барьера. Было четыре еврейских партии, насколько я знаю. Три из них обычно проходили. То есть было четыре еврейских политика в сеймах, и это все четыре политика представляли собой разные партии. Это совершенно... Немецкая партия была. Немецкая партия, да. Причём немцы ещё были такие ловкие, что им удавалось какое-то количество латышских голосов привлечь. И немецкая партия имела больше депутатов, чем пропорционально немцев в стране. Всё это совершенно естественно. Но если мы посмотрим на современную Европу, то это тоже так. Шведская партия в Финляндии, венгерские партии в Словакии и в Румынии, албанские партии в Македонии и в Черногории. Черногории. И там дальше можно продолжать. Да, да, да. Всё можно продолжать. Но наша наиболее близкая, на мой взгляд, нам ситуация – это арабские партии в Израиле. Вот нет, вот арабские политики не ставят себе задачу войти в правительство Израиля. Но как-то влиять на него они могут. И в стране есть консенсус, что мы не лезем в арабские дела, арабы не лезут в дела государственного управления. То есть, все населённые пункты, где арабы составляют большинство, управляются арабами, и это считается совершенно естественным. В арабской школе совершенно естественно идёт образование на арабском языке. Программу по истории… А как же инспекции? Инспекции? Есть государственный экзамен на иврите, они его прекрасно сдают, они все владеют ивритом и поступают… То есть, проблем никаких нет? Абсолютно. Есть проблемы. Проблемы есть в том, что они не лояльны. Это другой вопрос. Но с точки зрения знаний, проблем абсолютно никаких нет. То есть, это всё работает, и это было бы… Я думаю, что русские и Латвии в этом были бы заинтересованы. Ну хорошо. Если бы их оставили. Причём постепенно ведь такая ситуация складывается у нас в провинции. То есть, нет никаких сомнений, что при всём кризисе согласия в резервной оно будет у власти после следующих муниципальных выборов. Привёмся, может быть, на пару минут. Александр Гильман у нас в студии. Не переключайтесь. Добрый день ещё раз. Александр Гильман у нас в студии. Всё-таки, чтобы закончить, хотя эта тема до выиграющая, судьбы русскоязычной политики. Но ведь есть избиратели, их достаточно много, и, наверное, они правы, которые требуют как бы результата. То есть, они говорят, что это очень хорошо, что у вас там, не знаю, вы там в оппозиции, или, не знаю, плохо, неважно. Но они говорят, ну что, ну вы будете сидеть, ну вы будете голосовать против, вы даже выйдете на трибуну, скажете, так сказать, что вы фуй на правящих. Потом тихо сядете на место, а машина для голосования будет работать. Так, в принципе, происходит и всеми, ведь одна из проблем согласия, когда они говорят, ну как, мы же там, ну условно говоря, мы против закрытия русской школы, мы голосовали против. Вот видите, пункт 25, мы против, но я утрил, он в общий смысл. И там 25 числа мы проголосовали против, и 37, и 31 числа проголосовали против, и завтра проголосуем против. Они говорят, а толку-то что? Я тебе сейчас объясню. Вот сегодня, если ты смотрел повязку дня Сейма, были два вопроса, по которым голоса разделились с небольшим перевесом, и от истебой голосовала вместе с согласием. То есть это, причем один из них вопрос, это, ну явно политический запрет. Географской ленточки, да. Второй, что-то связанное с банковской деятельностью. И как я понимаю, я не очень разобрался в нем, я только перед тем, как уходить из дома, прочитал про это. То есть что-то немножко либерализовать, чтобы, ну, можно было счет открыть вообще. Да, сейчас же у нас эта борьба с отмыванием денег до полного абсурда дошла. Я так понимаю, да. Ат-Истеба и согласия вместе этот вопрос поднимают. То есть если Ат-Истеба растет, согласие, ну, конечно, не растет, да, но в следующем, но я думаю, что, сколько, 24 места, в следующем Сейме тоже будет согласие плюс Русский Союз Латвии, тоже будет примерно столько же. Так что можно, будут прогрессивные, которые, ну, тоже куда-то влезут. Так что можно будет раскалывать латычское большинство. Вот как работают меньшинственные партии в других странах, в Турки, в Болгарии, там, вендры, в Саловатии и так далее. Они говорят так, мы не правые и не левые. Мы за своих избирателей. Поэтому если будет правое правительство, мы поддержим правое правительство. Если будет левое правительство, мы поддержим левое правительство. Нам совершенно все равно. Нам главное лоббировать интересы своих избирателей. И вот к этому, ну, тоже должны прийти русскоязычные партии. Другое дело, что в Латвии такая картина маловероятна, но в чем-то, в деталях, вот, от если бы в правительстве, да, но в чем-то она расходится с остальными латышскими партиями. И тут еще немножко поднабрать голосов и вот это самое влиять можно. А, эстонский вариант, вот многие кивают на историю, говорят, ну, видите, там вот есть партия Центра. Да, ну и что? Партия Центра вступила в коалицию с националистами, которые, правда, чуть мягче наших националистов. Но там есть супернационалисты из консервативной партии, антиевропейской, что тоже очень глупо. И это три партии правительственной коалиции. То есть русские голоса отдали тамошнему Домброве. Ну, это разумно? Нет, я думаю. Поэтому Эстония – это вот там, где провалилась нормальная, естественная идея. Но это отрицательный пример, а не положительный. То есть Яна Том и их премьер – это люди абсолютно разных взглядов. Яна Том – это депутат Европарламента Центрической партии. Но в одной партии совершенно разные люди. Совершенно разными взглядами. Да, совершенно разными взглядами. И играя плюсиками, а у них, по-моему, даже этой системы плюсиков нет. То есть это внутрепартийная борьба решает вообще, кто туда попадет. Потому что эстонский вариант мне кажется совсем неразумным. Ведь тут есть такая вещь. Создать партию – это очень трудно. Нужен такой человек яркий, который сможет это сделать. Вот вся история с Домбровским, мне кажется, упирается в то, что Домбровский никогда партию не организовывал, и вряд ли у него это получится. Хотя вроде бы и ниша есть. Но еще нужен человек, который организует все это. Организует, потому что ведь мало просто быть харизматичным политиком. Как показывает практика, если ты плохой организатор, то ты не можешь создать партию. Вот, кстати, в Эстонии я пытался анализировать, почему у них плохо с русскими партиями. Тут парадоксально. У них не граждане имеют право голосовать. Ну, в самоуправлениях. Особенно в 90-е годы. Эстонский язык среди русских граждан мало кто знает. То есть не граждане, не русские граждане голосовали за каких-то совершенно случайных людей. Но поскольку русских относительно много во многих городах, то они приходили к власти. Поскольку это люди случайные и выбраны по принципу, что он случайно знает эстонский, и у него случайно есть эстонская бабушка, то эти люди массово начинали воровать. И таким образом декридитировали вообще русское управление в Эстонии. Поэтому русские партии не создались, что у них вот такой имидж. Я не знаю, встречался ли ты с избирателями во время предвыбанной кампании, но наверняка кто-то тебя спрашивал или даже знакомых. Это идея, не знаю, можно ли дважды войти в одну и ту же воду, опять-таки возвращая их за пчелу. А почему, вот говорят многие избиратели, может, в чем-то они правы, почему не отбросить какие-то, не знаю, небольшие расхождения в идеологии, это личностные абиции, объединиться, не знаю, согласию русскому союзу, кто там еще появится, объединиться. Я сейчас попробую объяснить. Во-первых, конечно, все эти годы обид и то, что нас кидали все время, о нас говорили мардиналы, такие-соте, это нельзя исключить в один момент. Должно прийти новое поколение политиков. Второе, это то, что они, согласие, должно сказать, мы были неправы. То есть, согласие разрушило тот большой из пчел. Они должны сказать, мы были неправы. И в третье, очень важное, они же, лицемерная политика, согласие, она, лицемерная идеология даже согласия, она в том, что они, мы представители русскоязычного населения. И в твоем случае, мы тех, кто, мы социал-демократы. А почему? Хорошо, но в согласии есть много ватышей, пока не менее, больше, в Русском Союзе. Латышам никто не запрещает стать политическими русскими. Пожалуйста. И в отношении каких-то из них, я сейчас в момент не могу назвать фамилии нынешних депутатов, никаких сомнений нет, что они, так сказать, за нас. Адамсон, например. Нет, вот, за Адамсон, да, Ивар Заринч, очень приличный человек, на мой взгляд. То есть, не это проблема, наличие латышей, а именно проблема, сказать, мы представляем интересы русского и русскоязычного населения. Латышки политики тоже имеют право представлять интересы русскоязычного населения. Ничего тут... Такие же граждане, да? Такие же граждане. Нет, такие же граждане. Это вопрос убеждения человека, а не его этничного происхождения. Да, давайте, примем, звонки наших радиослушателей. 672-12-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Ну, хотел бы согласиться со многими высказываниями вашего гостя, особенно в части Ватолина, он прав на сто пятьдесят процентов. В части дел мне хочется сказать, что согласие само сделало все для того, чтобы от него отвернули всего избирателя, потому что ведь если мы будем серьезно рассуждать, то мы скажем, что в предыдущей Рижской думе представители согласия сами бросили мандаты, которые им выдали избиратели и ушли оттуда. Что же за них опять голосовать, если в этом списке те же и были все эти Владовые там и так далее, и так далее. А ведь они бросили, выгнав четверых человек за ночь на ровном месте, не объяснив, за что и почему, они сами разрушили вроде Турешскую думу. При этом теперь они говорят, да это из-за мусора все выглядели, да не из-за мусора. Ну, к сожалению, все это, что вы говорите, я уже один раз сказал. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Да, вы абсолютно правы, так оно и есть. И к списку отдельные вопросы, к списку согласия, потому что там были такие экзотически неприемлемые персоны. Помимо Владова и там Каменецкого и Сандриса Бергмани, которые разрушали прошлую Рижскую думу, там был, например, такой некий Кейш, нашли его интервью 2002 года газете ДДД, газете Гарде, который он говорил, что да, этих колонистов надо выслать из Латвии. Вот такой человек попадает в список согласия, непонятно зачем и почему. Вот этот скандальный Якрин, который тоже когда-то шел от Тевзенцев, который был с позором выгнан из департамента транспорта, был начальником департамента транспорта. Главное, что это никто не объясняет. Вот если бы это, может быть, есть какие-то аргументы, что нужен там в списке и Якрин, и Кейш, и такой вот там сейчас стал депутатом Роман Межецкий, для которого посчитали, что это шестая партия, не считая комсомола. Комсомол это уже, наверное, седьмая партия, он был в советское время освобожденный комсомольский работник, а в Латвию он баллотировался от шести партий, иногда попадал, иногда нет, но согласие уже шестая. Вряд ли, причем избиратель послушно за него проголосовал, и он довольно уверенно... Ну, может быть, на выборы в Рижскую Думу вот этот бывший партийный бэкграунд, если так, можно сказать, не имеет особого значения? Нет, может быть и нет. Но опять, человек должен объяснить, зачем он шесть раз партии менял. Саймник, Союз Зелёных и Трестьян, Судорба, я уже всё не перечислю. Такой попрыгунчик весёлый. Я вообще его не знаю, да? Но зачем он торценен, чтобы его ставить на пятое место? Это всё такие вещи, которые, самое главное, нам никто не объясняет. Говорят, мы много сделали, мы заасфальтировали, мы построили, мы то. Но почему вы этих людей советуете нам? Это никто не объясняет. Когда начинаешь спрашивать, говорят, не лезь, это наши внутренние дела, как хотим, так и воротим. Ну вот оказалось, что участие в выборах тоже внутреннее дело партии, народ не пошёл. Да, народ не пошёл, но вообще, в принципе, это плохо вообще. И дева не только в согласии. Вот опять, у меня есть это сложно, это нельзя сказать, что плохо, это нельзя сказать, что хорошо, это сложно. То есть идеал, конечно, что все идут голосовать. Те, кто имеют право. Да, те, кто имеют право. Я вам это другой пример. Идеал, что все люди умеют плавать, и если товарищ тонет, каждый готов броситься в воду и его спасти. Вот я, например, плавать не умею. Есть ли мне смысл бросаться в воду, пытаясь спасти тонущего, если тут же придётся спасать меня? Вот это же касается избирателей. Если люди знают, за что они голосуют, если они мотивированы, то, конечно, им надо идти на выборы. Но если человек не знает, а мы его тащим за рукав, ну, приходи, проголосуй хоть за кого-нибудь, то он, конечно, то это прямая дорога к тому, что в политику попадают популисты. И это даже плохо. То есть приходить должен тот человек на выборы, который чёрто знает, чего там. Это должно быть осознанное решение. Давайте прием ещё звонки наших радиослушателей и добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, хотел задать вашему собеседнику вопрос, как говорится, напрямую. Он всё время говорит, ну, в будущие ближайшие десятилетия всё время будут русские партии в оппозиции и так далее. То есть уже априори подразумевается, что здесь и дальше полвека или сколько там будет всегда править, как говорится, латышская часть населения страны, в которой, как говорится, она занимает, ну, где-то процентов 60, а 40-30 процентов населения русского будет всегда на обочине, по его мнению. Как он расценивает, возможно ли появление нормальной, достаточно радикальной русской партии сравнимой с собой по радикализму с теми же латышскими радикальными партиями, да? То есть, ну, цели, скажем, естественные, выход из Евросоюза и дальше. Может ли появиться такая политическая сила или нет? Это было бы естественно. во-первых, надо учитывать, что 60 это больше, чем 40. Хотим мы этого или не хотим. Во-вторых, я поучаствовал даже сам несколько лет назад, оставаясь членом тогдашнего запчела, я баллотировался с разрешения коллег, наши решили, что они идут, от партии «Заря». Результат у нас, после блестящего референдума о русском языке, который привели лидеры этой «Зари», результат на выборах у нас был очень неудачный. То есть, видимо, создавать еще более радикальную партию нет смысла. РСЛ достаточно радикален и вот, что мне кажется важнее, чем то, что мы сейчас прошли в Рижскую думу, то, что люди, которые являются лидерами мнений во многом, известные в обществе, люди, которые многое рассуждают о политике, они, многие из них ранее были сторонниками «Согласия», теперь они явные, судя по их записям в социальных сетях, они явные сторонники Русского Союза Латвии. Я могу назвать Гапоненко, Линдермана, Юрия Алексеева, Деги Караева, Бронислава Зельсермана. И вот это количество, это качество должно перейти в количество. Мне кажется, что постепенный переток бывших избирателей «Согласия» в Русский Союз Латвии он неизбежен. Он не будет быстрым, но это переток людей, которые осознанно голосовали за «Согласия» и сегодня поняли, что они ошибались и что надо все-таки голосовать за Русский Союз Латвии. Раньше очень сильно многих ограничивало то, что Русский Союз Латвии не преодолевал барьер, казалось, что голос пропал. Хотя я не очень понимаю, что за смысл отдавать голоса «Согласия», который все равно ничего не делает. Теперь уже вот это поэтому я думаю, что в следующий Сеймс Русский Союз Латвии попадет достаточно уверенно. Будет фракция из 6-7 человек и постепенно все это будет наращиваться. Да. Вот, может быть, еще сколько успеем обсудить сегодня, простите за тавтологию, вышло в газете, сегодня твоя статья интересная, в том числе, может быть, уже частично об этом и поговорили. Ну, вот, может быть, два тезиса таких вот, тоже хотим сказать. статья просто опирается на случай, о котором мне рассказал мой товарищ, у него сын десятиклассник, встретил своих одноклассниц, которые перешли в латышскую школу. И вот они рассказали, как их там, что в этой школе произошло, что им сначала запретили на перемене разговаривать по-русски, а потом, когда пришла в эту школу, появилась девочка, поздавшая от начала учебного года, русская, и она стала разговаривать. То уже всех вызвали там к завучу, в том числе и тех, кто перестал говорить по-русски, послушавшись. И вот эти девочки обижаются. Как? Мы же перестали говорить по-русски, а нас всё равно ругают. И вот тут, ну, это очень многое характерного. То, что их априори считают чужими, то, что вообще могут запретить говорить на родном языке на перемене, кому какое дело, как ты говоришь. И самое главное то, что они не возмущаются, что им запрещают, а возмущаются, что их ругают. Вот это совершенно другое поколение, чем то, что 16-17 лет назад, когда была борьба против первой школьной реформы, массово выходила на улицы протестовать. И вот эта вещь очень важная. Исчезла ценность сопротивления среди русскоязычных латвийцев. Поэтому, скажем, наши акции против школьной реформы, которые мы проводили в 2017-2018 году, оказывались относительно малолюдными. То есть, поразительно, все против того, чтобы образование переводили на латышки, а тем не менее на демонстрации не выходят. И вот я вижу два объяснения. Одно внутри латвийское. Это... А смысл выходить, люди скажут. Смысл какой? Смысл выходить. Это преобладание философии согласия. То есть, примерно с 2006 года философия согласия, философия соглашательства, она полностью доминирует. То есть, политики говорят, ребята, не дергайтесь, мы сейчас входим во власть, вот еще чуть-чуть, чуть-чуть, и мы будем все определять, и мы во власти вас защитим. Даже когда у нас нет рычагов вас защитить, как Ушаков говорил, чего выходить на улицу? Это там, ну, маргиналы выходят, это балаган. Зато, правительство введет образование латышным, а я, могучий рижский начальник, введу же факультативы. Получается, что Ушаков и не могучий рижский начальник, и факультативов нету, и русские школы есть и за пределами Риде, где таких факультативов изначально не было бы. То есть, все это не работает. Но народ, проникнувшись вот этой философией соглашательства, он, ну, он стал политически очень пассивным. И это опасно, это мы сами себя подрываем, ну, основы своего существования, потому что чего-то мы в Латвии можем добиться, будучи всегда меньшинством, только очень активной защитой своих прав, в том числе и на улице. А вот есть и другая концепция, которая, говорят, гласит, а может быть наоборот, вот есть возможность, как вот нам говорят, освоить язык, чтобы наши дети знали его как родной, пойти в латышскую школу, и потом, уже став полноправными, выдержав эту конкуренцию, вот защитить свои права. И путь ассимиляции. Вот эти же девочки, они согласны с тем, что нельзя говорить по-русски. То есть они согласны с тем, что частные разговоры нельзя в школе вести на русском. А почему? И вот таким путем, если идти путем ассимиляции, община просто исчезнет. Но я не сказал еще один инфаркт, который далеко за пределами Латвии. Мы живем все-таки в общем информационном русскоязычном поле. И вот как раз вскоре после того, как прошли наши демонстрации 2003-2004 года, они же были на самом деле успешны. Государство после этого 15 лет ничего не делало для дальнейшей ластышизации. То есть оно испугалось бунтующих школьников. И тогда российские СМИ, которые, в общем-то, мы смотрим, они говорили, чего поддерживали это движение. То есть знали, я помню, в России люди кого-то спрашивают, что там в Латвии происходит. Я говорю, вот, мы организовываем демонстрацию. Ой, да, конечно, читал. Вот вы молодцы. Все такое. А потом начались так называемые цветные революции. И общий дискурс стал на отрицание этих людей. То есть теперь, сегодня, люди, которые бунтуют, они плохие. Бунтовать это плохо. Надо слушаться власти. И поэтому, скажем, вот парадокс получается, что те же люди, которые в Латвии наиболее активно критикуют власть и наиболее активно призывают выйти на улицу, они, там, скажем, в процессе Белоруссии находятся на стороне Лукашенко. Ну и в Белоруссии точно такие же процессы. Есть ненавистная власть, есть народ, который вышел против нее. Люди, почему-то, я вот не понимаю, ненависть к Алексею Навальному. Ой, он такой святой, человек чуть не помер. Ясно, что что-то было не в порядке. Ясно, что что-то плохое с ним сделали. Почему надо ненавидеть? И даже тогда, когда вроде бы это движение, так сказать, ты, я так понимаю, всех оппозиционеров поддерживаешь во всем мире. Да, правильно, потому что... Это твое убеждение, да? Это мое убеждение, нет? Вот 7 или 8 лет назад, как известно, журнал Time, один из самых авторитетных политических журналов мира, на обложке вывешивает портрет Человека-года. Там и Гитлер попадал, и Путин попадал, и Рейган попадал. Но какой-то человек, который... Оказал существенное влияние, да. За 2011 год этот человек на обложке Time был человек протестующий. То есть, это был год больших протестов. По-моему, тогда Арабская весна была. Но неважно. То есть, они показали... Без фамилии просто... Да, без фамилии. Солиатный область. Они показали, насколько важно, что ценность, готовность быть в оппозиции, готовность протестовать, готовность активно защищать свои права высока. Вот пока в нашем обществе не будет... Я даже другое скажу. Вот вроде бы наши борцы за независимость Донбасса. Тут мы вроде бы сочувствуем. Тут они герои. Но авторитет их в нашей среде очень мал. Очень мало кто там участвует, скажем, в оказании гуманитарной помощи Донбассу. Тоже побаиваемся. Они бунтари. Они взбунтовались. Они их не признают. Давайте мы лучше будем держаться отдельно. Это нельзя запретить так думать. Но человек, который так думает, он не может активно защищать свои права. И осуждать людей, которые борются за свои права во всем мире, это лишать себя фактически, вот такая психологическая вещь, лишать себя готовности к сопротивлению. Это довольно грустно. И, по-моему, об этом очень должны хорошо подумать те люди, которые имеют влияние на политический мир. Понятно, что перед выборами все думают о том, чтобы собрать больше голосов. Но в мирное время, когда мы не думаем о выборах, надо больше думать о просвещении, о улучшении понимания и так далее. Это хороший такой призыв в завершении эфира. Правда, мы, вступая в очередную эпоху бесконечных выборов, только прошли выборы в Режскую думу, в следующем году выборы в остальные самоуправления еще через год выборы в Сейм. Потом, по-моему, если я не ошибаюсь, 23-й будет короткая передышка, потом опять Европарламент и так дальше. Хорошо, но выборы раз в год. К выборам готовится 2 месяца, 3 месяца. Все остальное время можно... Причем выборы в самоуправлении без Риди они не будут сильно политизированы. Я думаю, что решение эти выборы не заметит. Александр Гинман у нас был в студии, много еще не успели что обсудить. Ну, что, все еще впереди, как обычно. Спасибо большое. До свидания.